День Победы для каждого жителя нашей большой страны начался с освобождения от немецко-фашистских захватчиков его малой родины. Каким запомнила день 31 января 1943 года житель хутора Ивановского Анна Гноевая? День начала войны Анна Тарасовна называет самой трагической датой. Когда других мужчин из Ивановского и соседних хуторов провожали на фронт, ее семья хоронила отца. Война началась, они как молодые мужики, они думали, а мы пойдем и разобьем Гитлера. Вот он митинг собрал в клубе и все молодые мужики подали заявление и ушли на фронт. Ни один из земляков, в том числе и ее два дяди, домой не вернулись. На хрупкие плечи женщин и девочек навалилось все время забот. В 13 лет, говорит Анна Тарасовна, закончилось детство. Приходилось помогать маме, чтобы хоть как-то прокормить семью, работать в прямом смысле сутки напролет. Донки такие высокие, страшные. Эти вилы по 4-5 метров держак. Вот попробуй подать его наверх. Были ноги трусятся, тебе надо работать. И зачем мы работали? За кусок вот такой макухи. Она помнит, как немцы, боясь возвращения от советских солдат, заставляли женщин и подростков рыть окопы. И как уходили, уничтожая за собой здания и мосты. А день освобождения она называет самым счастливым днем. Его отмечали как праздник, потому что понимали, что немцам уже не устоять, а победа обязательно будет на нашей стороне. Немцы отступили, красные пришли ночью до нас. Снег такой был, вот такой. И они пришли в нас, а в нас были сушки, где табах сушили. Вот которые были по домах и по 5, и по 6 человек, а которые в сушке там были. Ну, в общем, собрали им обед. У кого что было? Зарезали корову. Ну, они у нас сутки постояли и ушли. Ну, уже знали, что пришли наши. Конечно, была радость. Фотографий с того времени не осталось. В основном послевоенные снимки. Поэтому пока есть кому рассказать о тяжелых месяцах оккупации и о подвиге наших земляков, это необходимо делать, уверена Анна Тарасовна. Наталья Колесникова, Сергей Гриценко. События и люди.